Оперативная информация по природному пожару, произошедшему в Костанайской области на утро 7 сентября. Угроза населенным пунктом снята, на участках открытого горения нет. Производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание и проводится работа на четырех участках. Увеличилась влажность воздуха окружающей среды за счет небольшого дождя. В районе сел Лозерное, Лесное и Аман-Карагай ситуация стабилизировалась. Вместе с тем наблюдается отдельные локальные очаги тления. С момента начала тушения пожара проведено 243 сброса воды. Всего с начала пожара эвакуировано 2091 человек. Получили травмы, ожоги, отравление легкой и средней степени тяжести 12 человек. 7 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник Акимата, три сотрудника МЧС. Один человек 1935 года рождения погиб. «Сначала мы уже начали обращаться. В первую очередь, очень большое благодарность к нашему казахстанскому народу, всем предпринимателям, всем безразличным людям, меценатам, которые оказывают нам помощь. Мы очень благодарны. Алюковская района это не забудет». Общая площадь лесного хозяйства – 107 257 гектаров. Работает горячая линия МЧС. Организована работа психологов МЧС и ДЧС Кустанайской области. На горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. Семь психологов оказывают экстренную психологическую помощь в ЭВК-пункте Ауле Кольского района. Консультативная помощь оказана 124 жителям. Тушение пожара продолжается. «Обеспечение технически, то что город показал себя, совершили марш без происшествия, техника в исправном состоянии, это тоже дорогого стоит. Глава государства, когда производил облет, я ему доложил о всех проблемных вопросах, которые у нас с вами есть. Это прежде всего низкая заработная плата, отсутствие социального пакета. Это то, что вы, приходя на службу, организовываете питание, то, что есть, приносит из дома и готовите там. Главой государства поддержано, в том числе рассмотреть и дано поручение правительству». Также министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин встретился с пожарными и личным составом задействованных в тушении лесного пожара в Костанайске области. Он поблагодарил всех за проявленное мужество, самоотверженный труд. «Глава государства оценил высокую работу нашего подразделения. Я думаю, мы не должны посрамить именно наше боевое подразделение МЧС для того, чтобы выполнять всегда с честью задачи. Поэтому вам огромное всем спасибо. Сейчас распределяйте по участкам, которые есть в сгорании. И необходимо будет максимально проработать вопрос для того, чтобы до обеда все термоточки забить оставшиеся». Часть сил МЧС будет находиться в Костанайске области до окончания тужения пожара. В Аулья-Кольском районе работают более 300 волонтёров молодёжного крыла партии «Аманат». Добровольцы говорят, что как только узнали о бедствии, то сразу решили отправиться на помощь. «Мы, в принципе, уже пошли по сёлам. Вчера ночью, сегодня уже утром продолжаем раздавать гуманитарную помощь уже конкретно адресатам. Есть очень много школ, интернатов, больниц, где люди сегодня находятся в пунктах эвакуации. И мы будем стараться оказать до самого последнего человека, который будет нуждаться в нашей помощи. Будем находиться здесь». Местные жители благодарят и добровольцев и считают, главное, чтобы в стране было спокойствие. «Весь народ Казахстана помогает нам. Недостатка в продуктах нет. Нам привезли всё необходимое. Этот пожар показал, насколько казахстанцы сопереживают, готовы помочь в трудную минуту». Напомним, что аманавтовцы за три дня собрали 1214 тонн груза для пострадавших. Пункты сбора гуманитарной помощи при филиалах партии работают во всех 20 регионах Казахстана. Коллектив центрального аппарата партии «Аманат» также перечислил однодневную заработную плату Фонд помощи пострадавшим. В настоящее время волонтёры продолжают работу на пунктах сбора гуманитарной помощи, открытых при филиалах партии. В два раза увеличился суточный прирост заболевших COVID-19 в Казахстане. О победимологической ситуации по коронавирусу на 6 сентября сообщили в межведомственной комиссии. Больше всего заболевших в Нурсултане – 62 человека. В Карагандинской и Костанайской областях – 40 и 39 пациентов соответственно. С положительным ПЦР-тестом на коронавирус меньше всего выявлено человек в Шемкенте и Казалардинской области по два факта. В Житесусской, Жамбылской и Туркестанской областях – по три случая. Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 154 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 587 случаев. Выздоровели 1 млн 360 тыс. 605 человек. День первого президента упразднен как государственный праздник, поэтому 1 декабря больше отдыхать не будем. Решение принято сегодня депутатами Можелиса. Данную новость прокомментировал Даурен Абаев. Ранее 1 декабря считался выходным днем и был первым зимним праздником. В целом реформа, которая идет в государственных праздников, я думаю, что, да, наверное, правильно. Но вот спросить у инициаторов. В целом реформа всех государственных праздников, которые сейчас были и возвращены Дня Республики, в целом поддерживается. В правительстве выработаны новые механизмы стабилизации цен на продукты питания и обеспечения ГСМ. Это было озвучено на совещании по вопросам сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, а также обеспечение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами и углем. Что касается продовольствия, то в Минторговле разработаны новые подходы по стабилизации и фиксации цен на ряд социально значимых продуктов питания. Для фиксации цен на картофель и морковь достигнуты договоренности с крупнейшими производителями Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областей. По предоставлению им оборотных средств до 4 миллиардов тенге. Это позволит обеспечить рынок необходимым объемом овощной продукции по фиксированной цене. В ответ премьер-министр подчеркнул, что ранее неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования оборотной схемы до 100 миллиардов тенге. Однако 10 регионов до сих пор этого не сделали. По итогам проведенного анализа Минторговли составлен рейтинг акиматов в части эффективности работы по сдерживанию цен. Последние места в нем занимает Туркестанская и Западно-Казахстанская области. В топе аутсайдеров по темпам роста цен на овощи Туркестанской области. Как ни странно, регион на самых последних местах из-за роста цен. Причем как в общей продовольственной инфляции по республике, так и по социально значимым продовольственным товарам. Формально средства на оборотную схему увеличены, займы выданы, но контроля за ними нет. Как нет и организационной работы. Работа на должном уровне не проводится с акиматами и фермерами, сказал пример. И в той же Туркестанской области не контролируется ни разница, ни оптовый рынок. Такая же картина и в других регионах. В Западно-Казахстанской области финансирование на оборотную схему до заданного показателя не доведено. На займы направлено только половина выделенных средств. Отмеченные мною факты, характерные для других регионов. Тем самым хочу сказать, что бездействие должностных лиц на местах способствует росту цен. При этом напряженная ситуация вокруг топлива сложилась из-за отсутствия должной координации между центром и регионами, заявил Алихан Смаилов. По его словам, со стороны Министерства энергетики и Казмунайгаз нет чёткой синхронизации по логистике, отгрузке с нефтеперерабатывающих заводов и необходимым объёмом нефтепродуктов в регионах. Кроме того, компания «Казахстан-Темиржолы» не смогла обеспечить своевременную поставку цистерн на НПЗ и не скорректировала графики подачи подвижного состава. «Несмотря на введённый запрет, бензин и дизельное топливо вывозились под видом других товаров. К примеру, экспорт топечного топлива вырос в 11 раз. Это означает, что со стороны Министерства энергетики нет должного контроля за данным вопросом». Премьер-министр поручил обеспечить рациональную логистику ГСМ, в том числе для нужды сельского хозяйства – от НПЗ до хранилищ и АЗС в регионах. Рассмотреть вопрос снижения ЖД-тарифов для транспортировки ГСМ в период опассивной и уборочной кампании, а также создать региональные комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими АЗС для недопущения необоснованного повышения цен и перетоков нефтепродуктов. Острая нехватка дизельного топлива ощущается и на заправочных станциях Уральска. Ранее горючее продавали по 260 тенге за литр, но с лимитом в 30 литров. Сегодня дистопливом не заправится даже по талонам. Ситуация сложилась в связи с осенними полевыми работами, временем уборки урожая, увеличением спроса на топливо. Ведь сельхозтехника ездит только на дизеле. При этом ответственные органы заявляют, что проблемы имеются, но прилагаются все усилия для ее решения. Мы ставили в приоритетном направлении, чтобы данный вид топлива отпускался прежде всего всем коммунальным службам, к службам перевозящих пассажиров, так скажем, в городе Уральске и где-то в других населенных пунктах нашей области. Вместе с этим проводили совещание с предпринимателями, те, которые реализуют данный вид топлива с автозаправочных станций, и был прецедент о том, что одна из дорожных компаний, не одна, две дорожные компании обратились к нам о том, что счета выдают им, так скажем, по спекулятивным ценам. Специалисты отмечают, что в регионе запасов здесь топлива осталось на 7-8 дней. А сами водители недовольны тем, что ГСМ иностранцам продается безлимитно по завышенной цене. Аналогичная ситуация сложилась и в ряде других регионов. 3000 тонн топлива на начало сентября вполне хватит. До 10 сентября СНПЗ Актобе прибудет дополнительные запасы. И с 10 числа дефицита топлива не будет. Дефицит топлива возник не только в областном центре, но и в Бокеоргинском и Женебегском районах. Напомним, неделю назад Минэнерго ограничила реализацию дизельного топлива. Казахстанские водители не могут получать топлива более 100 литров в одни руки по 260 тенге. А иностранцам ограничений нет. В Уральске в поселке Зачиганск уже два дня жители живут без газа. Отсутствие коммуникации вызвало ряд проблем, в том числе приготовление еды. Людям приходится питаться в сухомятку. В свою очередь специалисты областного управления энергетики отметили, что проблема не имеет отношений никакой аварийной ситуации. В связи с тем, что в этом районе построено несколько многоэтажных домов, ведутся работы по подключению голубого топлива в жилые помещения. Также в преддверии зимнего сезона проводятся подготовительные мероприятия к отопительному сезону. В часть домов голубое топливо уже подано. В связи с подключением газификации в новые дома мы были вынуждены временно отключить газ. Сейчас также ведутся отопительные работы, но уже с сегодняшнего дня газ подключат всему району. Проблем с этим не будет. 19 проектов по газификации населенных пунктов реализуют в Октёбинской области. Бюджету они обойдутся в 9,2 миллиарда тенге. Накануне магистральные газопроводы торжественно запустили в двух районах области. Долгожданный газ пришёл в посёлок Жанаталаб Кобдинского района. Протяжённость газопровода 11 километров, а стоимость 268 миллионов тенге. Голубым топливом обеспечат порядка 100 частных домов и три социальных объекта. По словам жителей, им больше не придётся запасаться на зиму углём и дровами, чтобы топить печи. С начала года из 323 запланированных населённых пунктов газ провели в 144 села. Ещё один магистральный газопровод запустили в селе Жанатан Мартугского района. У нас в области общий процент газификации по населению составляет 92,6%. Это по населению. Если считать по населённым пунктам, это составляет 44%. В этом году планируется газифицировать 9 населённых пунктов с общей численностью населения где-то около 9 тысяч человек. По словам чиновников, в первую очередь сети подводят в крупные сёла, которые имеют дальнейшую перспективу развития, хорошую динамику, порождаемости и миграции населения. Такие населённые пункты расположены возле больших дорог, где есть условия для ведения сельского хозяйства. Житель Жанаузе на Мангостаусской области вырастил 16 кустов конопли во дворе своего дома. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дармек-3» в микроэнемире 5 сентября 2022 года задержан 53-летний житель Жанаузена. Он занимался по месту жительства культивированием запрещённых к разведению растений, содержащих наркотические вещества. Садовника задержали. «По данному факту установлен задержан 53-летний подозреваемый. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Управление полиции города Жанаузен по статье 300 Уголовного конкурса Республики Казахстан. В настоящее время проводятся следственные действия и на информацию в интересах следствия не разглашается». В Алматы осуждены организаторы подпольного казино. Группа лиц незаконно организовала деятельность подпольного казино, размещенного в одном из банных комплексов города. Следствием установлено, что шестеро лиц организовали и содержали открытое ими незаконное горное заведение по проведению азартной игры покер вне мест, установленных законодательством об игорном бизнесе, с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму более 22,5 миллионов тенге. На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в заведении находились игроки, также обслуживающий персонал. Обнаружены изъятые игральные фишки, карты в колодах, а также другие атрибуты игры. Кроме того, в подпольном казино была налажена система пропуска, допускающая заведение только проверенных клиентов, прием денежных средств от которых осуществлялся перечислением на карточные счета фигурантов. Приговором суда обвиняемы осуждены к различным срокам лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин